Если бы на известной киностудии приступили к съемкам фильма о вашей жизни, какой жанр был бы у этой ленты? А название? Вы смотрите программу «Разговор по душам». Меня зовут Галина Топилина. Здравствуйте. Сегодня, как вы уже поняли, речь пойдет о кино и его терапевтических свойствах. А в гостях у нас психолог, доцент кафедры социальной психологии Самарского университета Сергей Березин. Сергей Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Уютные зимние морозные вечера, прекрасное время, чтобы устроиться перед экраном, погрузиться в мир какого-нибудь фильма. Но психологи для этого хобби нашли немного иное применение. Есть такое даже понятие кинотерапии, да, в психологии. Расскажите, пожалуйста, что это такое, как это работает? – Кинотерапия – это очень интересный метод психологической практики, психотерапии и психологического консультирования. В зависимости от того, с каким вопросом, или, как говорят психологи, с каким запросом приходит человек в терапию или в консультирование, работа с фильмом может быть либо терапевтической, либо быть частью консультации. И все это связано с тем, что, когда мы смотрим фильм, мы по большей части неосознанно проецируем свой личный опыт на содержании фильма. Мы часто, даже не догадываясь, об этом видим в фильмах какие-то события или сюжеты из собственной жизни. И очень хорошим индикатором этого является ситуация, когда во время просмотра фильма мы вдруг начинаем испытывать какие-то эмоции. И чем сильнее эмоция, тем выше вероятность того, что фильм, тем, что происходит сейчас на экране, каким-то образом цепляет нас за наш опыт, особенности нашей личности, особенности наших отношений. И вот когда человек смотрит фильм, вот все эти механизмы восприятия кино, связанные с проекциями, с переносом, с идентификацией себя с кем-то из героев, приводят к тому, что появляется в голове зрителя его собственный фильм. Вот представьте себе экран, 10 человек в зале, на экране фильм. Сколько фильмов увидят эти 10 человек? 10? 10. Каждый увидит свой фильм. И каждый из нас увидит не то, что происходит на экране, а он увидит фильм как результат своего собственного восприятия. Вот с этим собственным восприятием кино, собственно, и работают психологи, и это становится, это и становится кинотерапией, когда мы работаем не с тем, что есть на экране, а с тем, что увидел зритель. А если кино – это проекция каких-то наших собственных переживаний, и какой-то отклик у человека, скорее всего, позитивный, положительный на этот фильм, что я вижу в фильме себя, значит, он мне понравился, нет? Это не так работает. Иногда неположительный. Гамма чувств и переживаний, и диапазон эмоциональных реакций может быть очень широкий, очень большой. Есть фильмы, которые невозможно смотреть. Я, например, как ведущий кинотерапевтических групп, очень часто слышу такие фразы. «Ой, я никогда не стал бы смотреть этот фильм, если бы не работа в группе». Или, например, «Я не могу смотреть этот фильм, он вызывает у меня очень сильные, негативные переживания». И это тоже связано с тем, что фильм своим содержанием попадает в мишень каких-то наших собственных комплексов, каких-то непережитых травм, каких-то неотреагированных конфликтов с близкими. А нет такого, что если кино нам нравится, значит, оно рассказывает о нас что-то? Ну, иногда так. Иногда это так. Если мне нравятся фильмы-катастрофы, моя жизнь – это сплошной цунами? Нет, это не совсем так. Если человеку нравятся фильмы-катастрофы, где есть герой, который преодолевает сложности, независимо от того, что мир вокруг него как будто бы рушится, он все равно выходит победителем из этих перипетий. Возможно, у него есть потребность в приключениях, возможно, у него есть потребность в том, чтобы почувствовать себя героем, возможно, у него есть потребность в том, чтобы пройти какие-то испытания, пройти вот этот процесс индивидуации, процесс становления себя в полной мере героем. Возможно, его жизнь не предоставляет ему таких ситуаций и обстоятельств. И тогда вот эта жизнь человека где-то между экраном и ним самим становится в каком-то смысле возможностью удовлетворить эти значимые для него потребности. У меня есть любимые фильмы, которые я в силу своей профессиональной деятельности смотрел уже даже не одну сотню раз. И я их очень люблю. И я понимаю, почему. Потому что для меня эти фильмы – это очень хорошие иллюстрации того, как живут люди, определенных событий в жизни обычных людей. Ну, например, фильмы, где показаны непростые и порой драматичные отношения между родителями и детьми. А теперь, если каждый из нас посидит и подумает, то, скорее всего, он согласится, что и его отношения с родителями не всегда были простыми. И так-то, по большому счету, мы все были подростками, правда? И это далеко не самый простой период в жизни человека. Если мы родились мужчинами и женщинами, значит, у каждого из нас был период, когда мы пытались понять, а вот я как мужчина, я какой? Вот что такое быть мужчиной, что такое быть отцом? Как-то вообще строить отношения с женщинами? Да и с мужчинами ведь тоже не так просто, с разными. И вот если в фильме представлены все эти значимые для жизни любого человека перипетии, этот фильм точно попадет в мою кинотерапевтическую фильмотеку. Про формирование этой фильмотеки я еще попозже спрошу. Я вот про кинотерапию все-таки. С какими проблемами помогает она справиться? Вы уже сказали, что вот ощущение себя в мире и в отношениях. А вот еще что-нибудь с какими проблемами? Смотрите, современный кинематограф настолько богат, что, по сути, можно подобрать не один и даже не один десяток фильмов для работы с конкретным и иногда очень специфичным запросом клиента. То есть современный кинематограф и фильмотека современного кинематографа – это целая вселенная. И с какой бы проблемой ни пришел человек, всегда можно предложить ему, ну, допустим, если это индивидуальный клиент, вот человек приходит с проблемой. Ну, например, что-нибудь самое такое? Ну, скажем, сложности в построении отношений с лицами противоположного пола. Ну, одна из самых распространенных проблем, когда мужчины или женщины не могут найти себе партнера, или когда отношения оказываются неустойчивыми или конфликтными, ну, то есть когда отношения не складываются. Ну, если человек приходит с такой проблемой, ему можно предложить не один десяток фильмов. И даже если мы в процессе работы поймем, почему именно у этого человека так происходит, мы и в этом случае сможем подобрать для него фильм. А для этого надо десяток фильмов просмотреть? Не обязательно. Как это происходит? Не обязательно. Ну, например, вот представьте себе, женщина, переживающая кризис в связи с разрывом отношений с мужем. Ну, в какой-то момент муж сказал ей, что с его точки зрения брак себя исчерпал, поэтому ему нужно уйти. Вот женщина в таком кризисном, непростом для себя состоянии. Я могу предложить ей для просмотра несколько фильмов. При этом я точно скажу, что этот фильм не про вас, но он точно для вас. Я дам ей инструкцию, и этот клиент придет на следующую консультацию с определенными инсайтами. Есть фильмы, в которых содержатся точные инструкции, как нужно себя вести в той или иной ситуации. Фильм и терапия – это может быть либо терапия, либо это часть консультации. Что это значит? Либо часть консультативного процесса. Это как? Мы можем использовать кинотерапию как самостоятельный совершенно метод в работе с людьми, ориентированными на личностный рост или на решение каких-то проблем. Тогда эти люди приходят в кинотерапевтическую группу, мы вместе с ними смотрим фильм, и потом обязательная часть – это дискуссия по поводу того, что каждый человек увидел в фильме. Потому что именно вот эта разность восприятия и создает то коммуникативное и эмоциональное пространство, в котором и происходит терапия. Изменение смыслов, изменение отношений, оценок, взглядов, позиций, убеждений и так далее. И тогда это терапия. Ну, например, если я работаю с супружеской парой, консультируя их в связи с какими-то обстоятельствами их жизни, я могу им дать фильм как домашнее задание. И тогда кинотерапия становится просто частью какого-то другого вот этого консультативного процесса. Но вы тоже потом снова с ними встречаетесь и обсуждаете? Разумеется, конечно. Конечно. Более того, иногда домашнее задание заключается в том, чтобы супруги вместе выбрали фильм, который они будут смотреть. Из предложенного списка. Чего я здесь хочу? Я хочу, чтобы они начали договариваться. И поскольку есть домашнее задание, они точно договорятся. После этого они смотрят фильм. И они тоже могут его обсудить. Но обсудить не по той схеме разговора, которая у них стихийно сложилась и которая обычно приводит к конфликту. А по той схеме, которую я им предлагаю как психолог. Схема эта выглядит очень просто. Сначала один из партнеров рассказывает о том, что он увидел в этом фильме. И у него для этого есть 10 минут. Если его монолог заканчивается на пятой минуте, то оставшиеся пять минут они просто молчат. Вдруг на девятой минуте ему придет в голову какая-то еще мысль. Правда? Задача второго партнера заключается в том, чтобы просто слушать. Не перебивать, не уточнять, не комментировать. Просто слушать. Это очень хорошо тренирует способность к слушанию. К тому, чтобы не перебивать и не оценивать. После того, как 10 минут истекли, у второго партнера есть три минуты сказать, если я тебя правильно понял, ты говоришь, что ты увидел в этом фильме вот это. Дать обратную связь о том, как я тебя понимаю. Это то, чего обычно не хватает людям в их обыденной жизни. Мы не пытаемся узнать то, что я сказал, как услышал мой партнер. Мне кажется, что если я о чем-то сказал, то как я сказал, так он и услышался. В 10 минут человек говорит, что он увидел. Через три минуты у его партнера есть три минуты сказать о том, что я услышал вот что. Потом у первого есть еще минут сказать, а вот это ты точно услышал, а вот здесь ты как-то исказил. А потом они меняются местами. И так они могут говорить о фильме, давая друг другу возможность высказаться и быть услышанными. Я вот еще читала по поводу применения кинотерапии, что это вот в социальной работе, в работе с психосоматическими какими-то проблемами, да, в исправительных колониях для несовершеннолетних. Да, когда-то был такой опыт небольшой. Совершенно верно. И везде какие-то свои методы или все по одному сценарию? Нет. Схема и методика работы с фильмом примерно похожи. Мы можем просто работать с разными фильмами. И, допустим, если мы работаем с психосоматическими проблемами, с психосоматикой, да, используя фильмы, то здесь очень важно дать человеку возможность говорить не только о том, что он увидел, как бы рационально, но и предлагать человеку говорить о тех чувствах, которые вызывает фильм. Потому что одним из факторов патогенеза психосоматических заболеваний являются как раз невыраженные, невысказанные или даже заблокированные эмоции. И когда мы расширяем диапазон приемлемых эмоций и возможностей их выражения, мы таким образом создаем условия для позитивной динамики психосоматических болезней. Фильмотека. Как она все-таки формируется? Это какой-то есть закрытый список устоявшийся или он вот вы как терапевт постоянно его обновляете, просматриваете новинки, решаете? Как вы принимаете решение? Годится этот фильм? Да, часть моя работа в этом и заключается в том, чтобы смотреть фильмы. Смотреть фильмы внимательно. Поскольку я работаю с кино, то я не могу себе позволить включить кино и сказать, так, пойду-ка я налью себе чашечку чая и вернусь здесь же все равно ничего не происходит. Фильм – это очень дорогая вещь, поэтому в нем нет ни одной пустой секунды. Все, что есть на экране, все имеет смысл. Поэтому я всегда внимательно смотрю фильмы, и в свою терапевтическую фильмотеку я отбираю фильмы определенных жанров, ну, скажем, драмы, мелодрамы, иногда комедии. Но даже не это важно. Важно, чтобы в фильме были представлены события обыденной человеческой жизни. Отчасти я уже начал об этом говорить, но еще поговорю. Если мы родились, это значит, были люди, которые нас воспитывали. Ну, никто же из нас не вырос, как Маугли в джунглях, правда? И сам по себе процесс воспитания всегда бывает очень и очень непростым. Наши родители иногда из самых добрых побуждений, желая нам блага, любя нас, иногда говорят, будь поскромнее, ну, не надо, не высовывайся. Ну, если у тебя что-то получилось, не надо хвастаться, потому что, когда ты хвастаешь своими достижениями, ты можешь вот кого-то нечаянно обидеть. И тогда мы, слыша это, раз за разом невольно становимся людьми, которые обесценивают собственные достижения или как, или делаем вид, что их нет. Ну, как однажды сказал Шекспир в частной беседе, пока таим мы доблести свои, их все равно, что нет. Вот. И сам по себе процесс воспитания, он очень непрост. Он иногда накладывает очень существенные ограничения, которые взрослые люди не могут преодолеть просто в силу того, что они их не знают. И вот если в фильме это есть, я точно возьму его в фильмотеку. Потом, конечно, мир состоит из мужчин и женщин. и процесс узнавания себя как мужчины, например, да, или как женщины, он тоже непрост. Построение собственной сексуальности. И если это есть в фильме, я его точно возьму. отношения в семье. И вот если фильм содержит в себе сцены или ситуации, которые очень хорошо выражают непростой характер семейных отношений и динамику семейных систем, этот фильм точно попадет в мою фильмотеку. отношения человека и ситуации, в которых хорошо показаны фундаментальные основания человеческой жизни. Одиночество, близость, смерть, выбор пути. Вот если все это в фильме есть, он точно попадает в фильмотеку. А такое понятие хороший фильм и плохой фильм есть в психологии? Психологи вообще стараются быть безоценочными. Но нет для меня хороших людей и плохих. Но есть ли какое-то кино, которое может ну как-то может быть исказить что-то в голове, какие-то представления, что-то... Плохие фильмы это фильмы, которые сняты с пропагандистскими целями и в которых идеологии или пропаганды больше, чем человеческой жизни. На ваш взгляд в целом просмотр фильмов какой отпечаток он может оставить вот в сознании человека, как это может быть повлиять на его жизнь или не может повлиять или может быть это зависит от того, насколько внимательно смотришь кино. Но кино вообще надо смотреть внимательно. Правда, я уже говорил, что кино это целая вселенная и как мне кажется люди приходят смотреть кино совершенно разными задачами и с разными побуждениями. Иногда люди приходят посмотреть кино просто для того, чтобы развлечься для релаксации и это хорошо и ради бога. И есть замечательный просто пул фильмов, которые дают возможность людям просто смеяться. И это классно. Вот. Но надо иметь в виду, что сам по себе фильм может человека только озадачить в связи с его собственной жизнью. Ну, или как когда-то сказал Антонио Монегетти, был такой замечательный психолог итальянский. Он тоже работал с фильмами очень много и создал такое направление называется синемология. Я с ним солидарен, когда он говорит о том, что фильм не может изменить человека. Фильм может только возбудить наши эмоциональные комплексы. Если фильм попадает в какую-то мою историю жизненную, я, конечно, буду эмоционально это все переживать. Но изменить мои смыслы, отношения, установки фильм не способен. Все это способно сделать только дискуссия. Когда я начинаю в процессе дискуссии или диалога с психологом понимать, почему именно этот фильм меня так зацепил. Что в этом фильме происходит такого, из-за чего я так сильно на него реагирую. И тогда через анализ эмоций, через анализ моих искажений фильма мы можем прийти к каким-то изменениям. А не может быть такого перекоса, что человек настолько проникнется фильмом, что начнет действовать так, как герой, с которым он себя идентифицировал. И все поступки, все слова это говорит в его жизни. Говорит не он сам, а вот как будто бы герой. Ну, мне кажется, бояться этого не надо по одной простой причине. Наши идеологи и наши разговоры, даже бытовые, часто содержат в себе какие-то фразы из фильмов. Ну, например, после одного из сериалов, где показана борьба с одесским преступным миром сразу после окончания войны в бытовой язык, легко вошло выражение «походу» вместо «похоже». Вместо того, чтобы сказать «похоже» это было так. Люди начали говорить «походу так». Есть такое, да. Да, да, но какое-то время это еще подержится, потом, мне кажется, вернется литературная норма русской языка, и мы опять будем говорить «похоже» это вот так. С экрана из этого же фильма к нам легко прилетело выражение «картина маслом». Ну, было время, когда люди так говорили часто. И сейчас я наблюдаю, как потихонечку этого выражения становится все меньше и меньше и меньше. А уж короче, склифосовский. Ну, правда? Мы иногда говорим целыми фразами из фильмов. Мы иногда говорим, а помнишь, как вот в этом фильме? Так что, ну, бояться этого не надо, это точно. Встретилась такая точка зрения, что фильмы про зомби-апокалипсис дают выход чувству страха безопасным образом, что, ну, триллеры и ужасы, они, собственно, также действуют. Это так? Очень много, кстати, исследований проводилось по поводу того, как влияют фильмы определенных жанров на индивидуальную или групповую психику. Вот, например, в Соединенных Штатах в социальной психологии точно было проведено огромное количество исследований того, как боевики и фильмы ужасов или фильмы, содержащие какие-то жестокие сцены, влияют на зрителя. Побуждают ли они людей к проявлению агрессии вовне или они побуждают людей к аутоагрессии. Так вот, очень достоверное и научно респектабельное исследование не показывают, не подтверждают гипотезы о том, что просмотр фильма, допустим, где много агрессии, провоцирует массовую агрессию или социальную агрессию. Этого нет. С другой стороны, есть исследования, которые позволяют говорить о том, что когда люди смотрят фильмы ужасов или фильмы, допустим, где есть какие-то сцены жестокости, это дает возможность через механизмы проекции. Человек проецирует себя на экран, но каким-то образом уменьшать уровень его собственного внутреннего психического напряжения и агрессивности. То есть все-таки это так работает. А смех? Просмотр комедии, смех же он тоже высвобождает какие-то накопившиеся эмоции, грустные? Да, смех, как говорит мой коллега Лисецкий, смех – это телесная жатва. Телесная жатва, вот смотрите, когда человек смеется и смеется от души, если это не социальный смех, а социальный смех – это такое подхихикывание, хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи, или хо-хо-хо-хо-хо. Вот чистый смех, ну чистый смех, как психофизиологическая реакция – это смех ха-ха-ха-ха-ха. Вот когда человек смеется подлинно, он же смеется всем телом, правда? И это приводит к телесной, мышечной, эмоциональной разрядке. Смех – это замечательный терапевт. Если бы люди больше смеялись, мне кажется, у них было бы меньше психосоматических заболеваний и проблем. Вот так вот, да? Да. На этой интересной ноте, Сергей Викторович, я вынуждена прервать и вас, и себя, потому что время нашего выпуска подошло к концу. Мы продолжим говорить о кинотерапии через неделю и в лучших традициях жанра. Самое интересное вы узнаете в следующих сериях. Всего доброго. До свидания.